В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгур Зиганшина. Владельцы поврежденных автомобилей, скорее всего, не получат компенсацию. Гаражи, в которых они находились, построены незаконно. Так утверждают в самарских коммунальных системах. Напомню, ЧП произошло на майских праздниках. Из-за порыва водовода диаметром 700 мм в районе улиц Среднесадовой и Красных Коммунаров в Самаре провалились два отечественных автомобиля. Причем обе машины в момент провала находились в гаражах. Владельцы не пострадали. В самарских коммунальных системах просят владельцев гаражей проверить сохранность имущества. Сейчас решается вопрос о демонтаже незаконных конструкций. Коммунальщики уже приступили к ремонтным работам. Воды нет в трех домах на улице Красных Коммунаров. Хотелось бы в будущем сказать, что при строительстве таких сооружений учитывалось бы, пожалуйста, расположение подземных коммуникаций, которые находятся в районе застройки. Интернет-сообщество откликнулось на ЧП с провалом машины очередным демотиватором в духе голливудского блокбастера. День Победы без спиртного. В преддверии второй части майских праздников решено ужесточить контроль за распитием и продажей алкогольных напитков на набережной. Такую инициативу выдвинул мэр Самара Дмитрия Азаров. Мария Матвеевшина продолжит. Здесь не пьют. Речь, конечно, о спиртных напитках. Набережная объявлена безалкогольной зоной. Горожане, вопреки расхожему мнению об отдыхе по-русски, инициативу поддерживают. Конечно, стало значительно лучше. Мэр сделал очень много для этого. Дай бог, дай бог. Надо нам поддерживать это все. Почему? Потому что власти это хорошо, а народ, общественный контроль должен быть. И старый млад сюда приходит, и дети, и пожилые люди. И не обязательно всем видеть, как бы здесь распивают какие-то напитки. Не обязательно. Это зона отдыха. Это наше достояние, это наша красота. Мы должны детей воспитывать, показывать им, как надо себя вести в таких местах. Работа по ограничению продажи спиртного идет по всему городу. Впрочем, некоторые владельцы торговых точек находят лазейки в законодательстве. Перерегистрируют свои ларьки в точке общепита. На них ограничения не действуют. На совещании в мэрии глава города дал поручение руководителю Департамента потребительского рынка разработать законный механизм борьбы с такими предприимчивыми торговцами спиртным. Тем более, что впереди День Победы. Проходит продажа пива в киосках, в ларьках. То, что запрещено. Значит, вы обязаны найти варианты решить этот вопрос. Так это оставлять нельзя. Если необходимо, обещают подключить к проблеме специалистов прокуратуры и Роспотребнадзора. Марина Матвеевшина, Дмитрий Тарасов. События. Средняя зарплата врачей в Самарской области может вырасти до 30 тысяч рублей. Это позволит победить дефицит кадров. Как еще намеренно стимулировать людей в белых халатах областной министр здравоохранения обсудил с коллегами. Сейчас средняя зарплата медиков по области 17 тысяч рублей. Причем часто эта сумма складывается благодаря подработкам. Низкую зарплату и социальную незащищенность врачей министр здравоохранения обсудил на встрече с активом профсоюза. Если у нас укомплектованность где-то 60% врачами, значит каждый должен еще работать за кого-то, а за это получать заработную плату. Мы ставим сегодня вопрос, чтобы мониторинг шел по заработной плате не в целом у работника, а именно по тому должностному окладу, который ему установлен. А он на сегодня, к сожалению, еще низок. С 1 января все больницы перешли в ведение области. На зарплате врачей это пока никак не сказалось. Она осталась на прежнем уровне. Но уже в этом году в финансовом вопросе намечаются положительные перемены. Зарплаты медиков будут расти, обещают областные власти. В своем послании губернатор области Николай Меркушкин поставил четкую задачу. И план Министерства здравоохранения обещает выполнить. У нас задача стоит по категориям. То есть заработная плата врачей, вы говорите в среднем, я говорю врачей в среднем, значит заработная плата 30, почти 31 тысяча. И средних медицинских работников 17 тысяч. Это то, что поставлено в качестве задачи в послании губернатора. Одна проблема порождает другую. Больницы испытывают острую нехватку кадров. Решить наболевший вопрос поможет долгосрочная целевая программа «Медицинские кадры Самарской области». Ее примут уже в этом году. Планируется изменить порядок закреплений специалистов и предусмотреть стимулирующие выплаты. Продолжит работать и программа по поддержке врачей, которые едут работать в сельскую местность. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. 1 мая Самара отметила масштабно почти 20 тысяч человек в сопровождении духового оркестра. Прошли колонны по улице Молодогвардейская до площади Куйбышева. К демонстрации присоединилась и наша съемочная группа. 1 мая с самого утра у Дворца спорта многолюдно. Колонны рабочих, студентов и представителей политических партий готовятся к демонстрации. Принять участие в праздничном шествии вышли около 20 тысяч человек со всей Самарской области. Радостно здесь быть, повидать людей, самим, как говорится, здесь показаться, и себя показать, и людей посмотреть. И вообще это очень хорошее мероприятие. Праздничный митинг собрал представителей всех возрастов и профессий. Хоть погода немного подвела, настроение у самарцев отличное. Студенты в ожидании начала шествия время коротают с песнями и танцами. Про того, которого любила, про того, чем письмо берегла. Мы вместе, это главное, и, по-моему, 1 мая это единство. Колонны идут по улице Молодогвардейская на площадь Куйбышева. В первых рядах губернатор Самарской области Николай Меркушкин, представитель губернской думы и городской администрации. Для меня это в первую очередь традиция, потому что я уже много лет хожу на такие первомайские демонстрации. Прекрасно помню те времена, когда был еще совсем мальчишкой, с удовольствием ходил на такие праздники. Вскоре самая большая площадь Европы запестрила праздничными флагами и разноцветными шарами. Первомайское шествие плавно перешло в митинг. В этот первомайский день я хочу сказать, что мы будем оказывать всемерную поддержку всем трудовым коллективам, осваивающим новые стандарты развития, повышающим производительность труда и заработную плату своих работников. Нужно объединить усилия всех ветвей власти, бизнес-сообщества, общественности, чтобы привлечь на производство молодых специалистов, гарантировать их трудоустройство и возможность самореализации. Для этого мы должны повысить престиж рабочих профессий, вернуть уважение общества к человеку труда. Митинг закончился, но люди не торопятся расходиться. Праздник завершил первомайский концерт. Алло, в поле мы, если ты кто-ли мы, на нашей родине, твоим друзья. Марина Кравцова, Лариса Шилафаст, Иван Карпов. События. Народ-победитель унывать не может. Самарских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравили с наступающим Днем Победы. Рожденные не для боев, но вынужденные с ранних лет встать на защиту Родины. Эти люди до сих пор в строю. Ведут активную общественную деятельность и воспитывают молодежь. В 18 лет отправился на фронт. Три ранения, контузия. Несмотря на героическую биографию, бывший пулеметчик Василий Савельев не считает Великую Победу заслугой только фронтовиков. Это подвиг всего народа, говорит ветеран. Великий день, о котором нельзя забывать ни в коем случае. Из памяти стерлись многие события, но этот день нет. Когда объявили о том, что война закончилась, мы не спали всю ночь. Кидали шапки, снимали, не заботясь о том, найдутся. С наступающим Днем Победы поздравили 800 самарских ветеранов и тружеников тыла. Голодные, худые, усталые подростки сделали для Победы не меньше, чем закаленные боями фронтовики. Дети в тылу ковали оружие, о которое и раскололась гитлеровская военная машина. Весь 50 человек был в бараке. Стирали глины, голову мыли глины. Нас бы кормили, а мы голодны были. Вошь нас ела. При первых звуках песни День Победы весь зал встает. Многие не могут задержать слез. Впервые они услышали эту песню не в теплом зале театра, а в холодных окопах перед боем. Праздничный концерт поздравления. Глава Самары Дмитрий Азаров рассказал, что многие ветераны до сих пор в строю. И в музыкальных коллективах участвуют, и молодежь воспитывают. Рассказывают подрастающему поколению, какой ценой далась Победа в 45-м. Мы обсуждаем уже в плане подготовки к 70-летию Победы. О устройстве, строительстве новых мемориалов. Потому что, конечно же, мы должны понимать, что растет количество людей в городе, и слава Богу. Но должны появляться и новые и новые места. Не только новые детские сады, школы, которые мы планеты устроить. Но и новые места памяти, новые места мемориального комплекса. Мы обязательно восстановим легендарный самолет Ил-2. Это главный символ Куйбышева военных годов, заявил глава городских парламентариев Александр Фетисов. Председатель Самарской думы поздравил ветеранов и тружеников тыла. Мне в эти дни хочется вам пожелать, прежде всего, здоровья, внимания. Внимания не только от власти. Наверное, самое главное, внимание это от ваших близких. От детей, внуков, правнуков. Чтобы они в эти дни обязательно к вам приехали, обязательно вас поздравили. Основные поздравления ветераны готовятся принимать 9 мая. А сейчас многие из них активно участвуют в организации Парада Победы. Ведь эти люди не привыкли отсиживаться в сторонке. Алексей Захаров, Иван Карпов. События. В преддверии 9 мая в Самаре прошел Марш Победы. Вторая очередь набережная объединила 11 детских духовых оркестров со всего региона. Коллективы слаженным шагом прошли до бассейна ЦСКА ВВС, где исполнили Марш Славянки и День Победы в унисон, слившись в Большой оркестр из 300 человек. Синий платочек, как и 68 лет назад, звучит на улицах города. Люди старшего возраста, которые случайно стали свидетелями ретро-концерта, слушали и предавались воспоминаниям. Чувство ностальгии, просто душа радуется, что мы слушаем вот это, и что ребята играют, и так хорошо. Раньше было в парках. Приходишь в парк, в духовой оркестр, вальс. В Самару съехались около 300 музыкантов со всего региона, чтобы исполнить песни военных лет. Алексей Ежов к фестивалю готовился целый год. Ваши соседи спокойно вообще живут? Часто вы репетируете? Да, репетирую часто. Труба. Понравился, звук им очень сочный, очень выделяется в оркестре. В фестивале принял участие коллектив под руководством заслуженного работника культуры Петра Балькина. Рассказывает, учить детей музыке – дело всей жизни. Вот уже 20 лет он руководит сельским народным хором. Занимаются они с удовольствием. Но на репетиции, конечно, приходится их агитировать. Но играют они хорошо. В этом году у нас один трубач на конкурсе солистов занял третье место. Сначала 11 музыкальных коллективов играли военно-патриотические песни по отдельности на разных спусках Новой набережной. Затем прошли сложным шагом до бассейна ЦСКА ВВС, где исполнили два главных произведения – «Марш славянки» и «День победы» в унисон. Мария Ваткина, Иван Карпов. События. В Самаре официально открылись парки. Старт сезона оказался красочным и богатым на события. На разных площадках выступали творческие коллективы. С 11 утра и до часу дня все аттракционы, как муниципальные, так и коммерческие, работали бесплатно. Самый масштабный праздник прошел в обновленном парке Гагарина. Тысячи самарцев пришли, чтобы погулять, съесть сладкую вату и покататься на аттракционах. С 11 утра и до часа дня все карусели работали бесплатно. Три минуты страха и дополнительная порция адреналина. Орбита в это воскресенье стала самым популярным аттракционом. Только за первые три часа работы на ней покатались около полутора тысяч человек. Те, кто отстоял в длинной очереди на аттракцион, делятся опытом, где кататься интереснее. Чтобы повеселиться, погулять здесь, покататься на аттракционах. Какие любимые аттракционы? Ну, летать в тарелку там, тракушка. Батунки. Делать на ней сальто. Самое страшное? На клоуне. Самое страшное – это нигде. Было чем развлечь и самых маленьких жителей города. Ой, нам понравился очень сильно праздник, великолепный. Вообще устроили детей для всех жителей города Самары. Все аттракционы очень хорошие. Ну, конечно, не все по нашему возрасту, но мы стараемся, подбираем. Ну, я думаю, что он еще маленький пока и нехорошо еще понимать, что происходит. Ну, я думаю, что ему нравится кататься. Да. Мне понравилось на машинках кататься, и я сидела за рулем. На концертной площадке гостей парка развлекали танцевальные и песенные коллективы, фокусники и иллюзионисты. Самые активные самарцы за участие в конкурсах получали подарки. В новом сезоне жителей города ждет еще масса сюрпризов. Масса творческих коллективов, которые сегодня уже заявили о своем намерении о сотрудничестве с парками. Это и Волжский народный хор, это и фестиваль уличных театров, который традиционно у нас проходит в парке. Но на самом деле их огромное количество. Также в этом году в парках Самары продолжат реализовывать ряд проектов. Утро чемпионов, ретро-беседка и праздники для детей. Здесь можно будет и потанцевать, и коллективно размяться. Мария Иваткина, Иван Карпов, События. Православные встретили Светлую Пасху. Торжественные богослужения прошли во всех храмах Самары. Тысячи прихожан собрались в ночь субботы на воскресенье в Покровском соборе. В храме практически нет свободного места. В Покровский кафедральный собор на ночную праздничную литургию пришли сотни православных верующих. Ведь для многих Пасха была и остается главным православным праздником и одним из важнейших чудес света. После службы, когда здесь отстоишь, вроде бы устал, а душа чувствует какое-то обновление. Короче, сама легкость какая-то появляется. Пасхальная служба началась с чтения пасхального послания патриарха Московского и всеаруси Кирилла и продолжилась крестным ходом вокруг Покровского кафедрального собора. Крестный ход возглавил митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Желание, чтобы Господь благословил всех нас этим огнем, зажег наши сердца, осветил души и помог нам в это непростое время преодолеть все жизненные испытания. Главное, нужно верить и молиться. И всегда Господь поможет во всем и всегда. Как было это в истории всегда с нашим русским народом. По традиции, благодатный огонь, символизирующий свет воскресения Христова, из храма Гроба Господня в Иерусалиме на Самарскую землю доставила делегация самарских паломников. В аэропорту их встретил глава города Дмитрий Азаров. Затем передал лампаду с благодатным огнем митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию. Традиция замечательная. Я уверен, что она будет жить и дальше. И она будет приносить нашему городу процветание. Конечно же, это подъем для всех верующих людей. Конечно же, это благословение Господне, которое так нужно нашему городу. Празднование Пасхи продолжится 7 дней до Фомина Понедельника. По завершению Пасхальной Седмицы Церковь продолжает праздновать Пасху, но уже с меньшей торжественностью. До Вознесения Господня всего 40 дней. Ровно столько Христос являлся своим ученикам после воскресения. Согласно церковным традициям, это время особой радости. Праздник победы над смертью и всякой скорбью и печалью. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.